У меня в анамнезе 3-беременности были неудачными на разных сроках. Инфекция отсутствует, гормоны в норме. У мужа нашли CMV, эстериоз, иммуноглобулина G. У меня тромбофилия, фактор 2 и фактор 5, гетерозиготная. Такая достаточно тяжелая форма. ACE, ACE гомозиготная, AGT гетерозиготная, гетерозиготная. 0,4-кликсан, тромбоа 100 миллиграмм терапии. Можно экликсан заменить на нефракционированный гепарин. Беременна 6 недель. Я из Алматы не могу попасть в научную консультацию. Карантин. Все частные государственные клиники закрыты уже месяц. По телефону назначили 0,4-кликсан, тромбоа, и у Торжестана. Пожалуйста, ответьте. Я думаю так. У вас идет достаточно серьезное сочетание. Это фактор 2 и фактор 5. То есть одновременно получается в вашем организме сошлись две достаточно сильные тромбофилические варианты. Это фактор 2 и фактор 5. Поэтому здесь я считаю, что я абсолютно согласен, что лучше назначить сразу 0,4 миллилитра кликсана ежедневно. И тромбоа здесь нужен обязательно, потому что есть гомозиготный вариант по вот этому гену AC. Остальные все накручиваются. Важно также, чтобы был еще и поливитаминный комплекс. Я бы не стал здесь заменять низкомолекулярный гепарин на нефракционированный гепарин. Хотя, ну, в общем-то, если вопрос идет о том, чтобы экономически, ну, наверное, можно. То есть получается, если брать, тогда лучше, чтобы было по 5 тысяч единиц хотя бы два раза. То есть по кубику два раза в день. То есть если менять вот эту дозу кликсана, тогда… Ну, так это теоретически. Я не даю вам медицинский совет и говорю то, что можно обсудить с вашим врачом. Вот. И желательно, чтобы был, поскольку есть полиморфизм фалатного статуса, также вот поливитаминный комплекс. Но муж переболел когда-то листериозом. И у него на всю жизнь будут иммуноглобулино-джин. Он абсолютно не опасен для вас. От мужа вы листериозом никогда не заразитесь. Цитмегаловирус тоже есть у всех. Поэтому я считаю так. Лучше всего, я думаю, чтобы вот вы то, как вам назначили, вот это все принимаете. Только добавить сюда еще поливитаминный комплекс. И нужно сдать анализы на гемостаз. То есть я бы рекомендовал бы здесь, вот в вашем случае, то, что мы рекомендуем обычно для того, чтобы можно было понимать, с чем мы работаем. Три вот этих важных составляющих анализа на гемостаз. То есть это расширенную гемостазиограмму с волчаночным антикоагулянтом. Дальше посмотреть тромболистаграмму и агрегацию тромбоцитов с несколькими факторами. Но мы вот у нас стандартных пять факторов. Вот. Желательно, конечно, было бы сдать еще какой-то анализ на аутоиммунные факторы, чтобы исключить антифосфолипидный синдром. Это было бы тогда совсем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова